Первая категория — фанатики. Кто такие фанатики? Они себя менять ещё не хотят в сердце, они едят менять всех окружающих. Они не знают, что такое настоящая работа на собор, внутренняя жизнь, но знание их уже вдохновило. И они начинают всех не мучить вокруг. Вот сейчас, допустим, на первую стадию вы зайдете, вас будет подругать прямо. Может быть, послушать лекции. Сказать, как нам надо жить, что надо менять салаты. Мясо выкинуть из холодильника. Вот, и так далее. В зависимости от того, где пробило, в какой месте, туда и фанатизмы делают. И человек начинает рушить свою жизнь, он всех мучает, долбит вокруг знаниями. Потом и тебе письма не пишут. Олег Геннадьевич, верните мне жену. А я дедушку не пил, я дедушку не пил. Я наоборот говорю, что не надо делать этого. Люди всё равно делают. Потому что они хотят, чтобы счастье из них пришло. Даже духовное пусть извне приходит тоже. Пускай все вокруг станут хорошими. Тогда мне будет жить лучше. Это обман. Само обман. Не надо поддаваться на эти провокации. Меняйте себя. Не трогайте близких людей. Меняйте себя. Но если вы очень смиренны. Очень-очень смиренны. Особенно, когда Бог отзовётся в сердце человека, когда он спросит Бога. Например. Слушай, я не пойму, что такое? Он говорит близкий человек. Что такое? Постоянная такая проблема. И вы им говорите. Какая-то лекция, такая-то минута. Слушай, что такое? Тогда обман. Если вы в тему, как вы ей помочь человеку хотите просто, ну, именно, его протеи. Не навязывайте ему саму идею, знание. Просто ему хотите помочь. Тогда он примет. Не надо быть фанатиком. И встретите горе людей. Если люди безразличные, которые хотят счастье в себе. Они как растения живут. Им наплевать на всех. Только кажется, что мы любим друг друга. Люди просто наслаждаются друг другом. Это безразличие. Поэтому не бросают неожиданно друг друга. Потому что наслаждение закончилось, всё теперь жить вместе. Ну, расходимся. Понимаете? Безразличные люди. Не работают над собой. Дальше есть идеалисты. Идеалисты – это те, которые хотят других поменять, а не себя. И есть третья категория людей – это человечные люди. Человечные – это которые понимают других людей. Понимают, что не трудно жить, поэтому так себя ведут. Нет плохих людей. Есть только люди, которые не знают, как быть счастливыми. Делают глупость без этого. Итак, следующая стадия – это принятие более возвышенной реальности. Восьмая стадия. Человек начинает видеть мир по-другому. Я, когда эта стадия у меня началась, после вашего первого приезда, у нас в горке открылся клуб «Ладость». Мы хотели сегодня пригласить всех желающих к нам в клуб. Не будет ли вы открытого помочь нам? Оля. А где Оля? Ага. Вот это у нас такая роль. А клуб «Ладость» – это как раз если вы хотите Смотрите вот дальше. Лекции слушать, обсуждать их. Это всегда нам нужно делать вместе с тем. А вот Оля вас приглашает. Ты домой всегда туда приглашаешь? У нас клуб «Ладость» проходит в Раде. Просто можно подойти после лекции и записать с телефона. Мы будем звонить, приглашать. Да. А вообще, вы анкетки расхитчатали людям, чтобы они заполнили откуда, нигде? Да. Вы раздаете анкеты сейчас? Организаторы сдают анкеты, анкеты или нет? А? Нет. После. 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 Ну можно просто подойти и записывать с телефоном. Окей. Ручки не имеют. Понимаете? Я напишу сама. Понятно. Надо людям дать анкеты, чтобы они записали телефоны свои. Могут следующий приезд записать это все. Раздать, чтобы не знали. Ну ладно. Это вопрос организации уже. Ну вот девушка, по крайней мере, о вас позаботилась. И надо подойти, если вы хотите поучаствовать, жизнь свою поменять. Хотите общаться, слушать вельцу и дать, что она такая симпатичная, хорошая девушка. Спасибо. Спасибо вам. Есть анкетки, да? Не разочаровали вы меня? Есть, есть анкеты. Ага. Хорошо. Потому что часто люди, может быть, и не подумали сейчас, они могут и подумать, что им это надо, а потом захотят, а негде взять. А есть и япончики там уже записаны, и мы можем поместить о следующем перевести. Следующая стадия, девятая, это так как Бог повел человека в это время в жизни, то он как человек начинает встречать неожиданно людей каких-то новых в жизни. Какие-то отношения появляются, какое-то сна они приходят. Неожиданно всё. Кажется, что это случайность, но никаких случайностей нет. Всё зависит от того, чего вы хотите. Веда объясняет, что в этом мире самая главная сила, которая движет нашу судьбу, называется желание самого человека. И если желание человека направлено не туда, то жизнь тоже течёт не туда. А когда желание идёт в нужное русло, когда человек хочет знания, хочет правильно жить, хочет всем служить, хочет заботиться обо всем. Когда в этот момент он становится ближе к Богу, Бог начинает лично ему помогать. Он находит ему правильных друзей, а потом и правильную работу, а потом и правильное отношение к семье и так далее. Плотно здоровью. То есть всё меняется в жизни в лучшую сторону в этом случае. Надо всем раздать анкетки, всем до одного. Даже если человек не хочет, но подумает и запишет потом. Это не насилие, это свобода выбора. Предоставление свобода выбора. Перемены начинаются, когда человек… Сначала человек видит более возвышенную реальность. Это восьмая стадия. Вот видит, что жизнь может быть другой. Вот сейчас у него такая жизнь, а жизнь может быть другой. Но это не значит, что он её уже принял. Вот он увидел, что жизнь может быть другой. Вот есть, допустим, религиозные люди. Ранее же я их считал дураками, а сейчас смотрю, вроде дураки. Есть люди, значит, которые как-то по-другому живут. Они молятся, они совестливые, они желают всем счастья. Зачем это делать? Теперь я понимаю, зачем я это делаю. Вообще, как бы надо работать побольше, а оказывается, и помолиться неплохо. Ну, то есть, принимает человек, что это есть. Но есть ещё следующее стадии. Когда человек не просто принимает, что это есть, а он новую реальность принимает. У него новая цель жизни появляется. Он не только понимает, что это есть, а он ставит это своей целью в жизни. Цель. Как только цель поставлена, начинаются перемены. Жизнь человека предназначена только для того, чтобы получить знания. Потому что для счастья предназначены животные формы жизни. Душа может жить разной формы жизни, написано где-то. В целом, это разные стадии пробуждения. Вот жизнь в дереве — это жизнь в глубоком сне. Душа себе не помнит вообще в теле дерева. Она там отдыхает, она спит. И поэтому даже если веточки дерева обрезать, душа немножко встрепенулась, может встрепенуться и начинает расти лучше. Да? То есть, поэтому обрезать веточки дерева, чтобы встрепенулась, росла лучше. Но в жизни есть дерево, признаки жизни какие. Дерево стремится к счастью. Счастье она может воспринимать только в виде солнца. Поэтому она стянется в солнце. Дерево размножается. То есть, любовь есть. На самом низшем примитивном уровне в деревьях есть любовь. А также высшая любовь в деревьях проявляется в виде цветков. И аромат – это то, что иное, как энергия любви. Поэтому дарим ей женщинам цветы. То есть, потому что цветок и женщина – это одно и то же. Только есть в человеческом теле цветок – это женщина. А есть в теле дерево цветок – это цветок. Понятно, да, со стены? Поэтому, когда мужчина женщине подарит цветы, это указывает на то, что он ее воспринимает как любовь, а не просто как в квадрату лукатур. Понимаете? Как любое воспринимает женщин. Поэтому дарим цветы. Цветки – это энергия любви, растения. Но растение спит, оно ничего не помнит. Сон без ныне, без сновидений, форма жизни такая. Но даже во сне стремление к счастью есть. Есть защита от кораллов у дерева. Есть общение, листики, общение с мином. Через листики дерево общается с мином. Есть размножение, да, семена. Есть рост, стремление к чему-то, настребиться. Разум проявляется через рост у дерева, устремленность к свету. Вера – дерево есть. Но все это встание неосознанное. Глубокий сон. В корме дерева живое существо, сейчас я не понимаю. Потом животные формы. Более развитая животная форма, более пробуждающая сознание. Это Солнце сновидениями называется форма жизни. И вот именно в форме жизни Солнца сновидениями в это время все радости этого мира Бог дает душе в полной степени. Все радости, которые животное получает, человек в такой степени радости этого мира получить никогда не сможет, мой хороший. Шансов нет. Причем, каждая форма жизни предназначена для конкретной формы радости. Потому что невозможно сразу все формы радости этого мира получить сразу. Для этого нужно иметь определенный тип тела, чтобы получить какой-то тип радости. Вот, например, орел получает радость взгляда. Он видит с высоты двух километров так, что нам и не снилось. Он видит маленькую букашку с высоты двух километров. Орел. Радость полета также он получает. Мы не можем летать. Это удивительное чувство полета. Удивительное чувство. Человек не может, он может там на дельтаплане полететь, но он только капель тела этого чувства может получить. А птица, она… Вот ты на дельтаплане может только так, понимаете, лететь. А птица может и так, и так вообще, и вообще так. Ну как хочешь, то есть она может и перевернуться и так. Ну что хочешь, то и делай так. Это же Бог ей дал это тело, чтобы наслаждаться полетом. Когда человек хочет наслаждаться полетом, получает какое тело? Тело птицы. Самая высокая мечта. Высота, высота. Значит, тело птицы. А? Можешь назад вернуться к человеку? Конечно. Ничего не заканчивается, прогресс не заканчивается. Насладился высотой, потом, если хочешь развиваться, получи тело человека. Тело человека отдается для того, кто хочет истины, кто хочет развития, кто не хочет наслаждаться просто этим миром. Если хочешь наслаждаться пищей, допустим, тебе хочется вкусно кучать, да? Тело свиньи. Посмотрите свиньям в глаза, сфотографируйте, сфотографируйте глаза человека, когда он ест. Когда свинья ест и когда человек, смотрите в глаза, сделайте видеосъемку. Я сделаю. Свинья когда ест, блин, это неповторимое. Такое счастье просто вообще безумное. Глаза вот, балдеж полный вообще. Супер то есть. На большиня себе будет получать радость. Конечно, мы до этого сидели и делаем, чтобы получать радость. А? Человеком как достанет. Там должна быть конкретнее. Есть от этого причины. Когда животное рождается у человека и служит человеку, она получает человеческую форму жизни. А человек когда служит святому, становится святым. Это все зависит от служения. Собака гавкает для человека, сторожит в дом. Она превращается в человек. Низшие формы животных не могут стать человеком. Высшие формы могут. Но животное его аммиционирует тоже. Из одной формы другую перекочется. Но для того, чтобы наесться побольше, если хочется есть больше, тогда тело коровы. Целый день едим, ночью тоже едим. Пережевываем. Для этого все устроено. Там несколько желудка попрыгивается назад, туда-сюда. Система работает. Не выспались? Не выспались. Делай медведей. Пожалуйста. Полгода спим. Попробуй полгода спать вообще в человеческом деле. Можно, нет? Медведь, полгода можно спать вообще. Спим и спим полгода. А здесь вообще больше даже, да? Зима дольше длится. Супер. Вообще. Если напряжение постоянно, хочется расслабить, то тело кошки. Постоянное расслабление. Ногу подняли. Так, так стоит. Так, так, так. Нет проблем. Как хотите, так и вините. Полное расслабление. Человек так не может быть расслаблен. Невозможно. Сексом наслаждаться будет. Сексом наслаждаться будет. Дело обезьяны. Приезжайте, вы ими посмотрите. Эротические фильмы «Отдыхай». Там такие визги-писки по пять раз в день обезьяна может. Никаких половых расстройств. Супер вообще классно. Американские ученые додумались пересаживать мужикам половые органы обезьяны. Работает. Но правда они почему-то как по-другому начинают себя вести. Ну такие становятся другие. Более эмоциональные. Мужики заметили. Психика тоже меняется. Под половые органы постараются. Хочется плавать, тело рыбы. Тело дельфины. Супер. Понимаете, человеческая жизнь не предназначена для земного счастья. Поэтому ничего не получается. То секс не получается. То елся, расстройство пищеварения. То сон нарушится. Никак не понаслаждаешься. То, 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 то. Блин, а что такое вообще? Что такое? В человеческое тело мы попали просто. Вот что? Оно такое хрупкое, понимаете? Оно вот неприспособленное. Хочется бегать? Пожалуйста, ангелоп огнул. Да человек вообще отвлекает. Он никогда так бегает, там, борзой. Ну так хоть ты борзой, хоть не борзой. Ты все равно как собака не пробежишь. Она, да она бежит, расслаждается вполне чё-то. Понятная система или нет? Если хочешь наслаждаться счастьем в этом мире, животная форма жизни. Когда один мудрец читал лекцию по логическому знанию, один человек слушал, слушал, как раз об этом вещь шла. Но руку поднял и говорит, ну такая кошка я хочу родить. Классно. И мудрец это, а слово мудрец это закон. Святой человек, когда что говорит, это закон. И мудрец поднял руку вот так, говорит татавство. Татавство в санскрите означает, да будет так. Все кошка родится. Ну дурак в руку, ну чё делать? Ну как мне помочь? Надо чтоб пожил кошкой эту жизнь. Поняли о чём речь? Человеческая форма жизни очень редка. Она предназначена для того, чтобы дом построить. Для того, чтобы дом построить, надо родиться в дерево-браме. Пусть и все же в доме не стоит. Она предназначена не для того, чтобы сексом заниматься. Тело обезьянов. Не для того, чтобы кушать классно. Тело коровы и свиньи. Не для того, чтобы податься со всеми. Тело козла или барана. Для того, чтобы раздавать тело волка. Человеческое тело предназначено для мыслей о Боге. Но предназначено для веры. Для самопожертвования. Для верности. Для выполнения своих обязанностей. Для развития себя как личности. Работа, опыт. Все просто для того, чтобы хотя бы чуть-чуть времени на это осталось. В человеческом деле даже. Время на работу над собой выделяется в жизни всего несколько часов в день. Но это время хоккей смотрит. Да, у нас свободное время возникает, но хоккей смотрит просто. И каким веки стрессом приехать? Ничего не получится. Поэтому стрессы возникают в жизни человека, что он живет неправильно. Потому что если человек живет правильно, в жизни его никогда стресса не возникнет. А трудности, которые возникают, он может перенести с помощью внутренней силы. А если у вас точно есть стресс, это значит, вы точно живете неисправильно 100%. Иначе зачем Бога вас наказывает? Итак, принятие новой цели в жизни, начало перемен. Следующая стадия. Появление новых возможностей. Возрождение в сердце веры. И чувство настоящей жизни. Настоящей жизни. Я когда в это состоянии, я тоже это все пережил в своей жизни, поэтому лекцию зачитаю. Я знаете, я шел по городу, посмотрел на людей и видел, что это не все чужое. Я понимал, что это не то, к чему я хочу стремиться. Я смотрел в глаза людей, смотрел на машины, на автобусы и понимал, что это все не то. Я искал истины. Когда я увидел храм, я подумал, вот это тот. Вот это тот. Не значит, что я устал именно в этой вере, как бы, но я направление жизни искал. Я понял, я настоящее направление. Оно не просто в суете жизни, оно в внутренней жизни, в вере, в верности, в глубине отношений. Следующая стадия – первые победы над судьбой. Они дают видение новых направлений жизни. Вот часто люди ко мне подходят, говорят, над чем я занимаюсь, не знаю, что делать. Ну пройдите все эти стадии, узнаете. Ну как тебе его написать? И дальше, последняя стадия – это победа над стрессом, которая соединяется с духовным подъемом сильным. И с жизнью новым ключом начинает бить в сердце. Поднимите руку, кто дошел до этой стадии. Я вас поздравляю, поздравляю вас. Это хорошая победа. Это возможно только с помощью знаний. Победа всегда в этой жизни приходит только с помощью знаний. И сейчас вам дам некоторые важные вещи в вашей жизни. Какие-то советы очень важные. Самые главные вещи в жизни, да. Самые главные, скажу. Первое, что самое главное, вы должны знать. Жизнь человека меняется через общение. И общение же разрушает жизнь даже. Мы говорим не просто о полтавне на улице. Я говорю о отношениях с верой. Во что вы поверили, туда потянется ваша жизнь. Если потеряли в человека, любили в человека, поверили в человека, туда потянется жизнь. Если вы завели собачку, поверили в собачку, туда потянется ваша жизнь. Если поверили в Бога, туда потянется ваша жизнь. Поверили в машину, туда потянется ваша жизнь. Во что человек верит, как он говорит, во что я верю. Когда вы засыпаете, о чем вы думаете, в ото и вы верите. Когда вы ничем не занимаетесь, отвлечены от всего. Если думаете, холодильник надо, пить холодильник надо. И так постоянно рождение. Это ваша вера. Значит, жизнь идет не туда просто. Если секс, засыпаешь, только тетки голые, там только теплые, значит вера в этом заключается. Засыпаю, хочу ребеночка, хочу ребеночка, значит в это вера. Все эти виды веры приводят к стрессу. Я уже рассказывал, как. Механизм простой. Человек начинает мечтать, эта мечта его формирует какое-то желание, а по жизни все наоборот. Мечты, мечты, где ваша слабость нашли, ушли, осталась гадость. Потому что жизнь человеку с мечтами не принимает. Ему не нравится жизнь. Потому что жизнь дает то, что ты заслужил, а не результат твоей мечты. Поэтому жизнь, это само собой все протекает в жизни. Не надо беспокоиться о жизни, понимаете, без слов. Ой, куда же я закончу институт? Не волнуйся, закончишь. Ой, когда же я рожу? Приедет время родишь. Когда я выйду замуж, сто процентов выйдешь. Успокойся. А если будешь думать так, не выйдешь. Выходит замуж только счастливые. Они несчастные. Но человек не может отвлечься от своих проблем. Потому что он хочет счастья. Человек не может жить без счастья. Не может. Там есть только один способ отвлечься от своих проблем. И выйти из этой постоянной мечты, тоски, жадности, зависти, гнева, злобы. Только один способ. Это направить свою мысль к святости. Потому что там нет желания жить для себя. Это единственное место, где есть выход. Потому что у человека в сердце у самого нет способа быть бескорыстным. А именно это дает настоящую жизнь. И настоящие победы. И знание настоящей жизни. И понимание, что я душа идет через бескорыстие. А бескорыстие невозможно без святости. Бог, когда человек бескорыстно ведет себя, Бог через него действует. Я сегодня в гости к одному человеку пришел. Он начал меня дарить, 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 дарить мне. Я почувствовал Бога, присутствие Богу. Я смотрю на него, чувствую Господь. Я что-то делаю. Зачем бескорыстно настроен, Господь действует через него всегда. И ты можешь по-разному к этому внестись. Можешь пожадничать, а можешь просто дарить назад, служить. Бог хочет взаимности тоже, так же, как и мы. Он хочет тоже, чтобы мы служили. Он не хочет, чтобы мы жальничали. Поэтому надо думать о святых людях. У нас есть только один выход, одна надежда, что мы сможем вырваться из этой западни судьбы, корысти, жизни для себя. Грез постоянно, мечты, обиды, желаний, страданий, нищеты. И все это признак убогости. Что значит это? Это слово неправильно. Богость означает Бог. Ну то есть признак безверия. Почему нищета? Потому что их не хватает благочестия. Почему их не хватает? Потому что мало добрых дел делают. Ведь когда человек делает добрые дела, жизнь его наполняет всем необходимым. Так же, как человек поливает то дерево, которое дает плоды, так и жизнь поливает человека, когда он начнет давать плоды, а не думать о себе только. Первый совет. Ищите общение. Поймите такую вещь, что отношения со святостью или с теми людьми, которые стремятся к Богу, как самосовершенствованы. Или, допустим, вам это страшно слово «Богу». Ну вот есть глупавость. Там вообще никакого Бога вас звать не будет. Просто лекции слушаем, обсуждаем. Все, чай пьем, расходимся. Приходите, общая. Нет? А что там у вас? А? Все? Работают тоже? Что, какую-то веру всех тянет? Нет? Нет, они не тянут. По разной вере можно приходить и говорить о Боге, а лекции создать. Первое общение. Без общения человеку тухает, затухает. Вот сейчас мы с вами поговорили, у вас с утра рано вставать, захочется послушать лекцию «Время режим дня». Послушайте, захочется правильно жить, рано вставать, правильно питаться, начнется жизнь ключом пить в вашем сердце. Но если вы не будете общаться ни с кем, даже слушая лекции, ваша жизнь начнет затухать. Потому что ум все равно вас победит, и он вам будет объяснять все ваши поступки. Он вам будет говорить «Сегодня покушай вечером торт, а Легинать уже спит». И так далее. Он будет, кто вам на каких вещей, кто это необычный, которые вы раньше не слышали. В конце концов, ваше жизнь опять вернется в прежнее русло, несмотря на то, что вы слушаете лекции. Почему? Потому что не хватает общения с теми, кто живет так же. Потому что совесть всегда проявляется только через друзей. На самом деле, у человека слушание старшего всего должно быть 30% в жизни. Да. А общение с правами 60% и 10% общения с младшими. Надо понять, что это может быть сначала вы будете слушать только лекции, и это будет у вас 90% или 100%, но в какой-то момент надо начать с кем-то друг жить, кто тоже так живет. Иначе вы не удержитесь на этом 100%. Только через общение приходит это лень.